Поехали, Мана. Расскажи-ка про второй, мы, наверное, чуть позже расскажем и третий проект Роя в той вселенной зелёной, где был зверёк. Второй проект Роя, когда Рой генно модифицировал уже паучков, и что дальше было? Небольшое было, они были действительно модифицированы. Я помню, что, ну, вот такой человек против него был, как по колено, чуть выше, наверное. Лапы длинные, по-моему, восемь огромные, глаза красные, страшные такие. Но они были живые, это сущности, ну, в каком плане это живые существа были? На физическом плане реально живые. Они изменяли энергетику человека, когда человека захватывали и заматывали в кокон. Такие липкие, мягкие, паутины, широкие очень. Подвешивали. Не знаю, но как. Пещера, наверное. Скорее, да, пещера. Гроты, пещеры, что-то такое. Верх ногами человека подвешивали. В общем, вот когда ты рассказываешь, у меня, мягко говоря, мутит, крыша едет, и жопа болит. Воспоминания, Илья. Как жопа может помнить? Чиская, что все может помнить. Имплантов хватает. Это и более. Рассказывай. Ноги просто были подвешены. А вот, начиная, ну, выше колен, ниже колен, выше колен, все остальное замутано, как кокон. Человек висел там, и изменялась энергетика. Они не то, чтобы человек быстро умер, они поддерживали к человеку какое-то время жизнь, чтобы он как медленно разлагался. И начинали кормить человека, они давали человеку кушать. Но так как они были сами модифицированы, они куски сырого мяса давали человеку. Он висел вверх ногами, просто кусок мяса заталкивали. Как можно было проглотить, вот это на физике я не понимаю, как пища, если вверх ногами можно было кушать. Просто понимаю, что шло изменение энергетики человека, потому что до этого люди не были мясоедами. Ну или, во всяком случае, в том месте они не были мясоедами. И этим как обрезалась очень многие жизненные функции. Если человек там мог прожить раньше 500 лет, он пока висел в этом, он сморщивался. В этом и был заключен проект РОЯ, чтобы заставить человеческий организм отключить те механизмы, которые позволяли ему долго жить и оставаться в хорошем состоянии. И искусственно на уровне генетики сморщивался организм. И намного-намного урезалось уровень жизни. Ну то есть долголетие убиралось и становился вот маленький такой промежуток. Заставляли людей кушать мясо. А человек в таком состоянии не совсем сознательном. Потому что они, пока человек висел, они питались человеком. Они вводили яд в человеческий организм. Вот смотри, в какое место ты вводили. Ну вот сверху. Там, где человек был прикреплен. Соответственно это... В промежность. Да. Поэтому сейчас много через жопу. Все ритуалы, подключки. Да. И масонские все подключки. И ритуалы. И вампирские все они идут с использованием той энергии. И они вводили в человека как инъекции. Не инъекции. Яд какой-то. И человек разлагался. Ну как сморщивался. Но еще длительное время был же. И они просто выпивали. Это знаешь вот как в яблоко. Что-то и потом сморщивается. Они это выпиваются обратно. Еще жило, да. Да. А сознание жило. То есть это не моментальная смерть. А она растянутая на долгое время. Как даже... Ну вот может быть даже полтора там два месяца мне идет. Просто как несколько месяцев. Насколько это несколько как-то. Она все растянута там. Попадает этот человек. Невозможно понять сколько месяц. Липкие очень вот эти серые. Такие серо-коричневые. Какие-то липучки. Почему это всплыло именно сейчас. Когда мы мягко говоря. Скажем так. Поработали со временем. Стали вне времени. Восстановили течение времени. Потому что там проектора, который был связан с этим со временем. А ниже время отнимал у человека. Человек становился очень сильно зависим. Человек или тот над кем проводили. Ну я вижу тело практически человеческое. Над кем проводили этот эксперимент у него. Как знаешь. Вот если брать стержень. Его жизнь. Да. Вот так откусывалось тут чуть-чуть. А вот этот порог. Вот это вот время. Оно забиралось. Потенциал. Да. Да. Это тоже. В жертвоприношениях. Откусывать. Все время. Да. Это же энергия. Время. Это тоже энергия. Энергия во всем его времени тоже. И просто вот. Забирали вот это. А тут чуть-чуть оставалось. Угу. Сейчас просто это всплыло как паутины. Увидели. И все. Меня сам-то каким кормили. Очевидно. То что оставалось от предыдущих. Человечные. Да. То что оставалось от предыдущих. Некоторые. Части. Почему мы это помним? Потому что мы там были. Мои паучков. Что им приделали квантового? Сверху настройка на уровне головы и на уровне брюшка. Полностью все брюшка скажем так заменили на квантовые. Там. Там. Сделали как. Расчетный центр не на голове, а именно на брюшке. Ну. То есть. То чем они вводили. Знаешь там такое. Как двойной. Такое. Как сказать. Как жало. Такое. Такое. Не одно. А раздвоено. И второе. Вот так. Вот это было квантовое. Внутри железы, которые вводили в человека яд или квантовое немножко. Сюда приделали. И в голове в черепе что-то квантовое было. Лопы. Лопы те же. Да там ДНК изменили. Оно все стало какой-то ну в разы больше. Эти пауки допустим не помни большие, но они как полметровые может были. Не тоже большие, но отстали. Да. Остали огромные. Ну да. Чуть больше двух. Да. Ух. 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 И немножко вороться как после фиолетовой. Чай. Запах. Это powin. Ага. Пол протыхшая мясо они просто ложили как рядом, что лися, можно было достать его и по чуть-чуть кушать и убрать его. Не было возможности руки были примотаны только мог или есть или она лежала вот для тебя и разлакалась немножко на деревьев мы саном пещере у них там где паутина очень была же такая пророчная липкая даже если человека освободить этой паутины но смысла не было его освобождать потому что он еще будучи живым уже был полуразрушенным то есть внутренние органы уже как не и не подвержены бога вот это роль забирал себе как оболочкой оставлял паукам а туши забирал себе они тогда научились прикреплять душу еще раньше они как складировали то мечты какое-то место было где они просто хранились то они уходили и не знаю как это назвать это не мир под потусторонний но какой-то вот как хранилище какое-то потом просто должны были перегружать их на дальнейшую посмотри там эти точки сейчас в каком состоянии именно на сейчас я их не вижу а вот если посмотреть там какое-то время назад на допустим там плюс минус 3 минус 5 лет то я там и планеты по сути не вижу если их до этого было как ограниченное количество как ну я не знаю там штук 12-15 то уже на состоянии это минус 3 года там вся планета полностью заплетенная не уже друг друга там жирали потому что все что там оставалось уже было сужило то там уже вся планета как все деревья загубить то они шик все об об или паутина и полностью все пропало там она прилипала не пропускала не свет ни воду ничего она просто вот как пленкой все потому что она плотная и липкая да они вы и даже все что можно нет а когда они были маленькие они даже на вот как кристаллика не было души они были небольшого роста а а когда они выросли это но душа нибудь не модифицировать не выросла на тот объем скажем так который занимали потому что это было неестественное я не вижу там душе там пустота какая-то программа и не все не потом уже друг друга жир от и что это это был проект трое них специальная программа была такая вложена им как они не знали они не были настолько осознаны чтобы понимать что они делают не была программа вот тут утку откусить вот так вот так на то есть них не было никаких чувств как жалости или понимание происходящего вот как у них вот этими квантовыми программками отключенное было все что даже на уровне живут но все равно вот и инстинкт да то создание не правило после того как с ними произвели генной модификации они стали роевым сознанием до этого они были как особи так как еще один муравейник как часть ровно еще много частей и все энергии переливали со временем так смотри что из работы со временем было твари ее умение переработать отрыжку она давала чуть чуть давала как сырой материал сырую боль страдание жадоприношение жертв пропускала через себя все себе потребляла отрыжку то есть измененное время обратно текущее она кидала исполнителям вот в данном случае обратно текущее время я чувствую в этих полках смотри как это все работает когда уже твари начало мутировать кровь она может там другое и нужно было все больше в общем необходимость разрушать и жадоприношение не пошло они вытягивали просто время отовседа время это то что присутствует в любом виде энергии они как аккумулировали это время со всего это то что позволило потом впоследствии настолько мутировать человеческим даже клеткам что процесс старения был запущен и как механизм основной мутации это тоже на самом деле неестественный процесс старения а вот запущенный посредством вот этого механизма выжимания времени откусывания времени время как стало течь после после вторжения нас расселили мы были в этом энергополис скажем так в этом родиннике так же как и там кокон кокон время оно стало как в коконе в каком-то так же так как паук человека в кокон и тогда он управлял временем таким вселенная была в коконе и можно было управлять временем ну свойство этого модифицированного да кокона ровно себя на все то есть куда он входил и все становится в другом течении времени в другом как измерения немножко знаешь вот как в сторону сдвинута буквально там на несколько но вот как на полстранички двинуть вроде бы тоже видишь а она уже как другой слой пространство до многие законы вселенной работают неправильно или не работают если идет отсылка к прошлому вот та же самая карма не настигает нет такого но не было такого что мы ну как раньше что моментальная карма сделал плохо подумал плохо это не то что тебя кто-то наказал а вселенная просто регулирует этот процесс вот это же идет гармония это идет взаимодействие как весы а теперь если вот так время было немножко отминута удар как сматанный приходил и могло быть растянута по времени почему и возможность такая была что сейчас делай что угодно пока спеша когда-нибудь там придется если придется куда-нибудь когда-нибудь потому что это и по времени и как вот смазану то есть это могло и на кого-то другого рядом на кому-то упасть на близкого допустим человек это раз и удар приходился по кому-то другом знаешь как говорят вот там дети там за грехи отцов там накладывает этот уберем почувствуем всем добра